Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем проект компании «Тыщи» и канала РТВ Иванова под названием «Политическая кухня», который вы сейчас смотрите или на сайте «Слухи и факты», или в кабельных сетях компании «Интеркаптел». Мой гость сегодня Андрей Владимирович Назаров, член политического совета партии нашего прославленного олигарха Михаила Прохорова «Гражданская платформа» и, наверное, на сегодняшний день самый скандально известный политик нашей Ивановской области. Здравствуйте, Андрей Владимирович! Здравствуйте! Вас недавно выдвинули на звание почетного гражданина города Кинишме. Это начал работу ваш предвыборный штаб? Ну, я вам сразу скажу, что мне было очень приятно, это позвонили директора кинишемских предприятий, поэтому штаб никакой не работает, да и, собственно, выборов пока никаких там нет. Очень было приятно, что люди помнят, и им, в принципе, интересно. А если и вам это интересно, то я вам хочу сказать, что меня и в прошлом году инициативная группа граждан выдвигала, но что-то там с документами не получилось. Вот, поэтому это абсолютно не под какой-то там проект, это просто, ну, какие-то люди, так скажем, абсолютно мне понятные, а многих я и не знаю, считают, что это, так скажем, я достойен этого звания. В душе очень приятно, и, честно говоря, очень приятно. То есть кинишма вас помнит? Не всякого сомнения, даже гораздо больше, чем вы думаете. Ну, мы это увидим, в сентябре ждут нас выборы, и у меня к вам вопрос, вы возглавите список гражданской платформы и спрячетесь в нем, или все-таки пойдете одномандатником по округу в кинишме? Ну, я прятался, как-то вот у меня много недостатков, потому что я где-то прятался, вот это еще не отмечало наше независимое, извините за выражение, Ивановская пресса. Уж какая есть. Ну, понимаем. Вот. Поэтому, как партия решит, посмотрим, посчитаем, прикинем. Вы же сами понимаете, что этот вопрос здесь не в какой-то личной отваге, да? А чисто политической целесообразности, электоральных предпочтений и многих прочих вопросов. Вот, исходя из всего комплекса этих вопросов, мы и будем принимать решение. То есть окончательно еще ничего не известно? Нет, конечно нет. Куда торопиться? Праздники впереди пережить надо. Ясно. Ну, уж если о выборах. Вас в свое время обвиняли в фальсификации результатов выборов в городе Кинишма, и вы, помните, так по-мужски нашли все силы, даже извинились за это. Ну, начнем первое. Это из, так скажем, мифов, да? К сожалению, не древней Греции красиво написанных, а некрасиво в Варновской области. То, что вы извинились или то? Во-первых, кто меня не обвинял. Я по этому уголовному делу даже не опрашивался. Не то, что в виде свидетеля, а просто даже не опрашивался. Я находился на момент деяния, если кто забыл, и кому это интересно еще, на территории Республики Узбекистан. Вот, немало, немного, да? Сам узнал об этом утром. А сил я в себе ни на каких не находил. У меня они всегда присутствуют. То есть расслабляться мы себе особо не позволяем. По возвращению разобравшейся ситуации, так как это сделали члены партии «Единая Россия» на тот момент, и люди, которые мне лично известны, я просто перед горожанами, в первую очередь, избирателей города Кинишмы, извинился за их поступок. Я считаю себя ответственным за людей, которых я хотя бы обосредованно привел к власти и так далее. Вот, вся тема на этом закрыта. Тема другая. Обвинять меня никто не обвинял. Я хотел спросить вас, как профессионала выборного процесса. Вот 17 марта прошли до выборов в Иванове. Ваш кандидат в них участвовал. На участках было море наблюдателей. Просто море наблюдателей. В том числе от вашей партии. От этого выборы стали сейчас чище, чем раньше? Ну, значит, так скажем. Наблюдали, участвовали. Впервые, так сказать, в истории Ивановской области от гражданской платформы шел кандидат. Кандидат в высшей степени достойный. Ну, что значит в Думе иметь нормальной власти депутата, бывшего архитектора города. Ну, это за счастье главного архитектора, профессора и так далее. Это счастье любой структуры власти, если она нацелена на созидание, а не на те процессы, которые мы видим. Показал достойный результат. Третье место. Поэтому я могу поздравить наших с вами слушателей, что можно с полной уверенностью сказать, что у нас в области появилась новая политическая сила. Встретился, по нашим подсчетам, при жестком противодействии действующей власти порядка двух тысяч, 1800 избирателей. Каждый третий, 600 за него проголосовало. Из 20 тысяч. С 8-10 тысячами при полном, так сказать, чосе в служебное время встретился депутат, отправящий партию. Результат сравнимый, 1600 с учетом вброса. С вбросами ловили, нарушения были всяческие, если вас интересует, весь реестр можем вам представить. Реально победили коммунисты. До суда будете доводить? Значит, что-то идет своим ходом. Мы не обольщаемся. Даже Ковалеву, которая на руках была на две тысячи, на две тысячи, я подчеркиваю, подделанных протоколов, прожать эту ситуацию не смогла. В свое время, на прошлых выборов в Думу. Поэтому мы не обольщаемся. Значит, польза есть, если бы не было столько наблюдателей от нас, от коммунистов, от других партий. Взбросы были бы более значительные, потому что работают прямо бригады, директор школы, физрук. То есть, полный, так сказать, ну не семейный, ну школьный подряд. Чего-нибудь детей там учат. Я, честно говоря, задумался на месте родителей, которые вот их туда водят. Есть польза, есть толк. Был толк на думских выборах, когда вместо 65 обещанных Единой России, она с трудом сбросами под круткой газ выборов дала 40. И в этот раз есть толк. И дальше будет толка все больше, больше и больше. Вне всякого сомнения. По сентябрю, вот если сейчас обратиться к вам, как к человеку с большим политическим опытом, каким вы видите расклад следующей Думы? Расклад следующей Думы? Ну, я вижу, что, собственно, Дума будет в каких-то пропорциях, пока воздержимся, поделена между Единой Россией, нами и коммунистами. Ну, тогда вернемся к Кинишме, по которой вы не меньший специалист. Чем, на ваш взгляд, руководствовался губернатор Мень, когда отправил туда то ли в ссылку, то ли еще куда Андрея Чужбинкина? Ну, вы понимаете, не возня нашего правительства, про которое я говорю, что вся ее деятельность можно свести, кто у нас там про квартет-то писал в свое время? Крылов. Крылов. То есть, вот это примерно нечто подобное. Не тем более про личность господина Чужбинкина, если не ошибаюсь. Я, насколько знаю, его просто убрали, чтобы процессы, которые пойдут сейчас по срыву программы ветхое жилье и якобы серьезных злоупотреблениях, в них фигурировал не зам, главы области, а муниципальный чиновник из провинциального города Ка. Ну, сами понимаете, общественный резонанс и участие центральных СМИ в крайне, ну, совершенно другое, да? Это уже не новость, которую мы бы увидели, как недавно мы видели по Новгороду, Нижнему Новгороду там и так далее. А так, где-нибудь строчка в Рен-Киви, к примеру. Ну, говорят, что ему поставили условия дальнейшей работы, не прохождение ваше в сентябре на выборах. Достойный для вас соперник? В плане чего? В плане бадания с административным ресурсом. Ну, я с ним, так скажем, всегда не здорово живу, с Тихонова начинаю. Ничего, справлялся. Хорошо. И вообще на месте бы я, просто уж пользуясь случаем, пожелал бы ему заниматься информациональными обязанностями. А то у нас сити ни одну не построили, а сити менеджеров наплодили, не знаю, откуда берут только. Поэтому сосредоточь, у него есть обязанностей довольно много, я им там занимался, есть чем заниматься, бодаться. Следующий вопрос к вам, как к бывшему единороссу и члену команды Михаила Бабича. Почему недавно группа видных деятелей «Единая Россия», в том числе и демон нашей области Михаил Бабич, приостановили свое членство в этой партии? Леш, я бы тебе, знаешь, что-то посоветовал. Ну вот начиная от скандально известного, заканчивая демона нашей области и команды Бабича. Михаил Викторович занимает серьезный федеральный пост. У него аж пять, подчеркиваю, только национальных образований, не считая областей. Когда-то мы вместе с ними работали, была команда, она давным-давно распалась, распалась. Люди занимаются серьезными вопросами, кто-то менее серьезными, некоторые даже сенаторами стали от новой власти. Совершенно разные у каждого своего путь, с каждого подход к данной ситуации. Поэтому вот мы от этого давай отойдем, иначе вот эти клише, они как-то мешают отвечать на вопрос. О чем ты спрашивал? Почему он приостановил свое членство в «Единой России», как и еще несколько видных федеральных чиновников? Ну, по-моему, очевиден. Проект заканчивает свое существование. Образуется, вообще, Народный национальный фронт, по-моему, как он там. Ну, фронт, короче. То есть, вот, Владимир Владимирович дистанцировался от партии, вот, совершенно пришли другие люди. Дума, я считаю, позорит просто. Государственное. Название Думы, там это слово «думать», наверное, да? Вот, вот, примерно так. Выбор его, я думаю, нормальный, человеческий выбор. То есть, всех этих людей мы снова увидим в Народном фронте, да? Я думаю, да. Я думаю, да. И тогда последний вопрос. Ну, это опять же, я думаю, постарайтесь понять. Я не провожу в Вашем мнении. Это ваше мнение. Консультацию, и Николу Викторовичу тоже там, ну... Последний вопрос. С того момента, как Вы заняли должность директора в ГУП «Зеленый», командиром потушенки, как Вы себя сами занимаете, с того самого дня ходят слухи о том, что Вас завтра уволят за Ваше занятие политической деятельностью? Ну, во-первых, как скажем, в нашем правовом государстве все возможно. Причем для этого не надо каких-то занятий политикой, там, не политикой. Ну, во-первых, у меня не государственная служба. Я имею право заниматься всем, чем угодно, свободно от работы, да, время. А на работе в Росрезерве у меня есть должностные обязанности, которые должен выполнять. И, в общем-то, увольнение, не увольнение, наверное, может быть связано с ними. То, что, в общем-то, у нас все на круги свои возвращается, и мое нахождение где угодно вызывает глубокую неприязнь у нынешнего руководства области, да. Ну, они должны просто понять, есть такая данность, да, Назаров Андрей Владимирович. И смотреть на это спокойно, занимаясь опять же своими делами, а не вот, как Вы сказали, боданием каким-то, понимаете. Вряд ли Вы найдете в обязанностях или губернатора, или там еще кого-то, бодание там вот с кем-то, да. С Андреем Назаровым. Ну, в частности, и со мной, потому что таких счастливцев, кстати, тут немало. Спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас был член политического комитета партии «Гражданская платформа» Андрей Владимирович Назаров, который через несколько минут в рубрике «Постскриптум» расскажет нам что-нибудь интересное. А я, Алексей Машкевич, прощаюсь с Вами. До следующей передачи. До свидания. Кухни Нольте. Настоящее немецкое качество и функциональность. Только для Вас. Эксклюзивно. В Нольте Кюхен. Улица Октябрьская, 12. Ну, во-первых, я считаю, что программа правильная, хорошая. Ввиду того, что по основным нашим официальным СМИ мы видим говорящие головы, которые, в общем-то, очень редко дают реальные ответы на реальные вопросы. Все очень сильно ангажировано, да. Вот, поэтому нормальная живая передача. Мы надеемся, что проект будет продолжаться, готовы с ним сотрудничать. Вот. Я считаю, что все очень здорово и нормально. А сказать, у нас будет время еще поговорить. Редактор субтитров А.Семкин